Антибиотики Антибиотики Антибиотиков Катастрофически мало Ведет к немедленному призыву Ограничивать их применение Для ограничения развития резистентности У возбудителей И это заставляет фармкомпании Ограничивать дорогостоящие научные поиски Новых антимикробных препаратов Потому что фармкомпания не успевает Окупать Сам научный поиск Производство Так как очень быстро развивается резистентность И вопросы поставлены Увеличивает ли антибиотики Число новых инфекций Или увеличивает Тяжесть уже существующих Ну вот вопрос, действительно ли антибиотики Увеличивают число новых инфекций Значит И вчерашний слайд, который показывал Опять таки Флориан Вот вы видите Все на сегодняшний день применяемые В урологии группы антимикробных препаратов Ну в частности вы видите Аминогликозиды, карбопинемы Цефалоспорины, фторхиналоны Пенициллины И эффект на коллатеральную флору То есть коллатеральный эффект Который вызывает применение этих антибиотиков Оно привело к чему? К тому, что микроорганизмы Начали вырабатывать бета-локтомаза Рошейного спектра действия Метициллин резистентный Золотистый стафилококк Ванкомицин резистентный Энтерококк Резистентную к фторхиналонам Синегнойную палочку Новый, в общем-то Для нас доселе Неведовый микроорганизм Стэнотерфамонос мультофилия Значит, вы видите Клостридиум дефициллий, ассоциированная Диарея, да? В результате антибактериальной терапии И размещение кишечная флора, кожная флора, кишечная флора Значит, а, ну здесь вот практически вы видите, что только два препарата, которые не оказывают коллитерального эффекта Это имеет огромное значение для применения именно во внебольничной среде, да? Это как раз фосфомедицина траметамола, лимонурал и нитрофураны Ну, из нитрофуранов мы предпочитаем фурамак, поскольку он наиболее изученный и менее безопасный Значит, что такое бета-локтомазы расширенного спектра действия? Это ферменты, которые вырабатывают микроорганизмы И вы видите, да, что сразу же три огромные группы лекарственных препаратов Подлежат гидролизу, то есть они не работают При наличии вот этих бета-локтомаз расширенного спектра действия Это все пенициллины, куда входят и аминопенициллины Это все окси и аминоцефалоспорины Да, вот здесь исключение дано, но эти препараты практически не для урологии Значит, и монобоктамные антибиотики Не гидролизуется только карбопинема и фосфомицин Эффективность защищенных бета-локтамов и цифипима Четвертое поколение цифалоспоринов вариабельна кроме тазобоктама Да, почему на сегодняшний день, дальше я вам покажу Идет все-таки пиперцелин тазобоктам И вот вы видите, что мало того, что вот эти три огромные группы практически перестают работать Коллатеральный эффект идет на триметоприм, сульфамитокзазол или бисептол Это тетрациклины, аминогликозиды и уже даже вторхиналоны То есть вот такой коллатеральный эффект, который заставляет нас уже как бы призадуматься, когда что применять конкретно Действительно ли антибиотики увеличивают число новых инфекций? И действительно мы получаем, что, как вы видите, инфекция желудочно-кишечного тракта Пожалуйста, антибиотик ассоциирован на диарея, новая инфекция, новая Антибиотик индуцированный псевдомембранозный энтероколит, новая инфекция Клостридиум дефициль ассоциированных заболеваний, часто связанных с предшествующей антибактериальной терапией И даже системной инфекцией, то есть метициллин-резистентный золотистый стафилококк, который, так называемый гноеродный стафилококк Который вызывает, помимо абсцессов мягких тканей, пневмонии и прочее, наиболее частая причина сепсиса на сегодняшний день Особенно катетер ассоциированного, то есть связанного с сосудистыми катетерами Более того, он идет резистентный, опять вы видите, цефалоспоринный, вторхиналон, то есть наиболее часто применяемые и наши основные, собственно говоря, группы антибиотиков, которые мы используем в урологии Когулазонегативный стафилококк и ванкомицин-резистентный энтерококк, селекция из-за неправильного применения уже гликопептидных антибиотиков, которых мы, в общем, не так широко применяем Но вот вы видите здесь и цефалоспоринный третьей генерации, которые мы широко применяем, значит, могут привести к ванкомицин-резистентным энтерококкам, которые, вы не нажимаете, ладно? Которые, значит, это самое, на сегодняшний день энтерококки занимают уже второе место среди возбудителей урологической инфекции И вот наши грамотрицательные микроорганизмы, которые являются наиболее, ну не то, что наиболее, они вызывают мочевую инфекцию И вот вы видите синегнойная палочка, ацинетобактер, ишерихиоколик, липсиэлопневмония, да, такие красивые на снимках И вот вы видите, повышен риск развития госпитальной инфекции у иммунокоперативных пациентов, пан-резистентные, и мы часто видим в наших больницах Больные поступают, неоднократно оперированы, синегнойная палочка ко всему резистентная, кроме, скажем, там, этого полимексина Значит, ишерихиоколик, липсиэлопневмония резистентны, цефалоспоринны, вторхиналоны и уже даже карбопинемы, да Значит, с 2001 по 2007 год увеличилось число бактерий, вызванных кишечной палочкой, на 50% в 20 из 30 стран, да Вот вы видите, как проблема очень большая и как бы всемирная уже Общий региональный уровень резистентности кишечной палочки, опять же, охвачен весь земной шар И вот вы видите, резистентность, по большому счету, идет только, нет резистентности практически только к карбопинемам на сегодняшний день Значение резистентных микроорганизмов, изменение в чувствительности к антибиотикам у микроорганизмов, либо связанные, вот здесь уже надо думать, да, с увеличением общего числа инфекций Или просто смещаются инфекции, ранее вызываемые чувствительными штаммами Значение карбопинем резистентных энтеробактерий, смертность от карбопинем резистентных энтеробактерий 50% Лечить нечем, кроме колестина, полимексина, которого у нас в России нету, да У нас разводят субстанции, которые рекомендованы для эндотрахеального впрыскивания У нас разводят и вводят в кровь, да, когда уже, как говорится, уже это самое, когда жизненно опасная ситуация Закрытие отделений реанимации для новых поступлений, запрет на некоторые операции, дополнительные затраты на персонал, изолированные комнаты Вот система инфекционного контроля, да, то есть надо изолировать спецоборудование, дополнительное лабораторное оснащение Ограниченный выбор, только колестин, работает на сегодняшний день полимексин Е, да, у нас полимексин Б, вот этот вот, субстанция, которую я вам говорю НОШа карбопинаморезистентных эндоробактерий, длительная опасность жизнеопасной инфекции Как идет рост резистентности при антибактериальной терапии? Здесь два пути Вот вы видите увеличение потребления антибиотиков, селективное давление на микроорганизмы, селекция резистентных микроорганизмов в окружающей среде Второй путь, о чем мы все забываем, все уповают на антибиотики Плохой инфекционный контроль, да, плохой инфекционный контроль, увеличение передачи резистентных бактерий между пациентами Увеличение резистентных возбудителей уже у конкретного пациента Вот это уже, конечно, госпитальная инфекция Изменение чувствительности за счет мутации генов или на мобильно-генетических элементов Различные плазмиды, транспозоны, интегроны Быстрота мутации зависит от вида бактерий и класса антибиотиков Контроль бета-лактомаза, продуцирующих микроорганизмов Инфекционный контроль, да, фекальная колонизация Не забывайте, что все идет из кишечника, да Фекальная колонизация меры инфекционного контроля Ограничение применения, и обращаю ваше внимание, во вне больничной среде Цефалоспорина третьего поколения и хинолоны мы уже начинаем ограничивать Во вне больничной среде, да, значит, вне больничной инфекции Замена их на пепеприцелин, тазобоктам и карбопинемы Основной распространитель на сегодняшний день Это наши возбудители, это БЛРС, продуцирующая клепсиэлопнимония И БЛРС, продуцирующая кишечная палочка И пути распространения, смотрите, руки, мыло, тряпки, швабры, ванны Миски, чашки, водоемы, да, они все любят воду Микроорганизмы, синегнойная палочка, кстати, также, да Значит, поэтому, когда берется, при санитарной эпидемиологии берутся пробы на инфекцию Там не только руки медперсонала и халаты, как правило, да И с этих самых, с перевязочных столов А смотрите, откуда надо брать, да С раковин, с этих самых, батарей там и прочее, прочее, да И Шерихе Коле, продуцирующая CTX-M бета-локтомазы Пути распространения чаще вне больничной Движения штаммов из общества в больнице, да Вот роль как раз грамотного лечения того же самого цистита, да То есть, если мы уже, больные с циститом, потом попадут в больницу с другой даже инфекцией Она с мочой передаст вот эти вот уже резистентные ко всем И вторхиналонам, и цифалоспоринам бета-локтомаза, продуцирующие кишечную палочку Вот связь Еколи, БЛРС, нахождение в домах престарелых, наличие уритурального катетера Предшествующее антимикробное лечение вторхиналонами, опять-таки, повторяю, во внебольничной среде Роль цифалоспоринов третьей генерации для бета-локтомаза расширенного спектра Применение антибиотиков, содержащих окси-иминогруппу, цифуроксим, цифатоксим, цификсим, цифтазидим, астрианам Способствует появлению БЛРС, продуцирующих хлебсиелы, БЛРС, продуцирующих энтеробактерии Уменьшение применения цифалоспоринов третьего поколения, замена на пиперрицелин, тазобоктам Уменьшает продукцию бета-локтомаза, продуцирующей хлебсиелы И большинство БЛРС-заболеваний в больницах Результат колонизации вне больничными штаммами Опять-таки, роль инфекционного контроля Не то, что желательно, а надо уже в приемном отделении Значит, конечно, уже не то, что забирать даже посев мочи А уже вообще должна изоляция начинаться с приемного отделения в идеале Значит, роль вторхинолонов Предшествующее применение вторхинолонов способствует инфицированию колонизации БЛРС, продуцирующими энтеробактериями Высокий уровень резистентности к хинолонам БЛРС, продуцирующими бактериями Плазмитопосредный ген И вот здесь, обращая ваше внимание, позволяет переживать низкие уровни хинолонов Низкие способствуют селекции вот этой гермутации, обеспечит высокий уровень резистентности Вот по хинолонам я буду говорить во второй части своего доклада уже Потому что как раз по вторхинолонам есть способ избежать селекции вот этих двуступенчатой мутации За счет повышения дозы Вот не зря вчера Козлов говорил, Роман Сергеевич, что вторхинолоны остаются у нас препаратами первого выбора В госпитальной среде, естественно, и применять большие дозы Вот здесь как раз вопрос к грамотному рациональному применению Применять те дозы, которые лечат, и ту длительность, которая обеспечивает эффективность Роль защищенных бета-локтамов для продукции БЛРС Раньше замена, вот теперь опять-таки литература, да, то есть противоречия Если раньше замена защищенных бета-локтамов на пиперцелин тазобоктам способствовала уменьшению селекции БЛРС-продуцирующих штабов В 10 лет уже не срабатывает даже тазобоктам Ну и дальше, что же нам делать, да, вот ограничения или, то есть вообще удалять ли вот эти вот антибактериальные препараты В частности, скажем там, цефалоспорины, ограничивать ли вторхинолоны, да, в лечении И вот вы видите, ограничение высоко селективных антибиотиков, таких как цефалоспорин третьего поколения, вторхинолоны И расширяя использование других, мы же все равно будем применять тогда карбопинемы, да, значит Ну, собственно говоря, только и карбопинемы остаются, а во внебольничной среде, значит, там только два препарата играл Манурал, да, Форамак Мы тем самым распространяем селективные давления вот этих уже других классов антибиотиков Ну, в частности, роль идет о карбопинемах Разводить применение антибиотиков, или же разводить все-таки применение антибиотиков широкого спектра С использованием антибиотиков узкого спектра действия Для того, чтобы нам сохранить на следующие годы все группы антибактериальных препаратов Потому что нового, еще раз вам повторяю, новых антибиотиков с новым механизмом действия вообще нету, да Потому что, вот, как говорится, уже все механизмы действия на микроорганизм, они уже изучены Ничего нового придумать не могут Почему вчера уже, вот вы слышали, целый день говорили о неантибактериальных лечениях, да, ищутся антимикробные пептиды, там различные эти митохондриальные, там и прочее, прочее, из чего делаются уже препараты. Значит, поэтому на сегодняшний день, значит, и моё мнение, что всё-таки разводить применение антибиотиков широкого спектра действия, с использованием антибиотиков узкого спектра действия, то есть грамотное применение антибиотиков, да, там, где надо, там, где не надо. Это идёт у нас, значит, то, что мы сейчас покажем, Любовь Санна покажет по неосложнённой инфекции, я покажу по осложнённой и госпитальной инфекции, стратификация рисков, да, отсюда мы уже начинаем выбирать, какой конкретно нам, какая группа хотя бы антибиотиков должна применяться. И самое главное, о чём все забывают, это меры инфекционного контроля, да, изоляция пациентов, особенно с бета-локтомаза, продуцирующей в отдельных палатах, ограничительная мера, вы видите, ограничение цефалоспоринов и вторхиналонов – важный компонент, но это может привести к противоречию. К лосредиум дефициле инфекции пойдёт новая инфекция, то есть здесь всё время надо думать о тех коллатеральных эффектах, которые даёт то, что мы одни ограничиваем, другое применяем. И меры инфекционного контроля, поиск переносчиков расширенные, обращая внимание, мытьё рук, лица, удаление мочи, да, то есть по идее её надо стерилизовать перед тем, как сливать в канализацию. Очищение палат вокруг кровати, использование карбопинемов, конечно, только по стратификации риска в обществе, контроль применения антибиотиков в сельском хозяйстве и в животноводстве. И разнообразие генов, вы видите, БЛРС в фекалиях, даже здоровых людей, гораздо больше, чем в больницах. Вот вам меры инфекционного контроля. Значит, сейчас с докладом по вот этим вот характеристикам, группам вот этих вот антибактериальных препаратов выступит клинический фармаколог, профессор Владимир Владимирович Архипов, который как раз даст уже характеристику этих препаратов. В дальнейшем Любовь Александровна даёт вам принципы лечения при неосложнённой инфекции, а я даю осложнённую.